Уже не первый раз обсуждаем вопросы стратегии развития энергетического комплекса, энергоэффективности. Сам форум становится по-настоящему традиционным. Мы всегда собираемся именно осенью, уже зная предварительные итоги года. И в этом году мы еще раз можем констатировать, что долгое время нам предстоит жить в условиях жестких бюджетных ограничений на всех уровнях. От государства до корпоративного сектора, включая и энергетический сектор. Низкие цены, относительно низкие цены на нефть будут сохраняться долгое время. Они, конечно, могут в отдельные периоды и повышаться, и снижаться. Но никто из аналитиков сегодня не ожидает возвращения на прежние уровни. И на этом фоне, с учетом нашей зависимости от доходов ТЭКа, мы должны, просто обязаны, сделать акцент на энергоэффективности во всех ее проявлениях. От энергоэффективности в самом топливно-энергетическом комплексе до энергоэффективности в отраслях, которые являются основными потребителями энергетических ресурсов. Правительство в этой связи имеет ряд стратегических приоритетов. И речь идет не о реалистичности того или иного сценария, а о том, какой сценарий мы для себя задаем, в какому сценарию намеренно следовать, какой сценарий мы будем вместе реализовывать, осуществлять. Первое – это формирование эффективных энергетических рынков. Построение такой модели их развития, которая способствовала бы формированию правильных ориентиров для компаний, для людей. О чем идет речь? О том, что мы намерены целенаправленными действиями сохранять достигнутый уровень добычи нашего основного ресурса – это нефть. Это сделать можно только внедряя новые технологии, используя третичные методы добычи, используя самые современные методы и подходы. И государство должно это стимулировать предоставлением целевых льгот компаниям, которые применяют соответствующие методы. Пока эта система выстроена не до конца, не в полной мере, тем не менее ее основные элементы уже работают, и результат мы видим. В последние годы добыча не снижалась, вопреки прогнозам, а продолжала расти. Риски дальнейшие есть, мы это постоянно обсуждаем. Тем не менее, у нас есть четкие планы, как стабилизировать добычу и позволить компаниям эффективно использовать свои ресурсы. Вторая часть – это электроэнергетика. Здесь есть три элемента. Собственно, рынок электроэнергии, который мы уже в целом сформировали, и последние штрихи сейчас доделываются. Это долгосрочный отбор мощности, который будет проведен до конца года. И, по сути, на значительный будущий период мы можем забыть о том, что необходимы какие-то серьезные меры по дальнейшему изменению регулирования этого рынка. В теплоэнергетике формируется модель альтернативной котельной, это еще не доделано, и в следующий год нам предстоит этому светить. И, наконец, сетевой комплекс, где мы только начинаем работать. При этом в использовании электроэнергии, как и других энергетических ресурсов, мы делаем оценку на повышение эффективности работы тех, на кого мы можем повлиять в прямом обществе. Бюджетные учреждения, бюджетные организации и компании с государственным участием. Принять ряд решений, либо подготовленных проект нормативных актов, которые задают четкие ориентиры по снижению отдельного потребления энергетических ресурсов, внедрению интеллектуальных систем учета. И мы видим уже, что регионы, которые сами по этому пути пошли, уже добиваются хороших результатов. Конечно, плохо, что в условиях бюджетных ограничений мы не смогли заложить стимулирующие финансовые инструменты в федеральный бюджет, то, что у нас было раньше. И приходится надеяться на регионы в этом смысле. Будем рассчитывать, что регионы, которые реально об этом думают, покажут пример всем остальным. А мы все-таки найдем ресурсы на федеральном уровне. Буквально сегодня я прочитал статью в зарубежном издании, в зарубежном источнике, по-моему, это журнал «Экономист», где сравнивалось энергоэффективность авиационных компаний при транспланетических перелетах в сравнении 20 компаний. Аэрофлот оказался на пятом месте, не так уж и плохо, с энергоэффективностью выше среднего уровня среди всех ведущих компаний мира. Это просто один из хороших примеров. И если наши компании в самых разных секторах будут оказываться на передовых позициях в мире, это будет доказательством правильности нашей политики. Один из инструментов, которым мы намерены применять, это наилучшие доступные технологии. Первые справочники выйдут уже в этом году, первые 10 справочников. И эти технологии позволяют существенно повысить эффективность использования энергоресурсов в стране. Если суммировать, не буду делать 40-минусный доклад, обычно для чиновников, то наша политика должна и будет охватывать все сферы. Но, конечно, речь идет не столько, хотя и это важно, о пресловутых лампочках, под которыми все шутили несколько лет назад, когда мы начинали соответствующие действия, но и те стратегические сектора, которые являются основными потребителями энергетических ресурсов и могут позволить нам добиться существенных результатов. Это наш основной сценарий. А инновации, о которых вы говорили, это не альтернативный сценарий, это не альтернатива, это то, за счет чего и ТЭК, и промышленность в целом, и коммунальный сектор могут добиться максимальных показателей энергоэффективности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»